МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На часах ровно 23.00. Это значит, что в прямом эфире ночные новости ТВ Каменя. Зовут Захар Письменных, и мы начинаем. Экономист не сможет работать педагогом, педагога не возьмут на должность маркетолога, а маркетолог не станет художником. И это касается всех специальностей. С 2020 года россияне смогут работать только по своей профессии. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс Госдума решила принять до конца этого года. Об этом сообщает портал Коммерсант. По данным издания, для каждой профессии составят стандарт, одним из главных критериев которого станет профильное образование. Чиновников такое нововведение может коснуться уже с 2016 года, а с 2020 уже и всех россиян. Отмечу по данным портала Суперджоп. В 2005 году около 55% пользователей работали не по специальности. И с тех пор это соотношение сильно не поменялось. Инициатива уже возмутила общественность. Многие считают ее невыполнимой. Например, представители крупного агентства Headhunter. С одной стороны, понятно, вот эта инициатива привязать наличие диплома к будущей работе. Потому что государство тратя определенные средства, и, кстати, средства немалые, на обучение бесплатно студентов, перед выпуском оказывается в ситуации, что специалистов, готовых работать по специальности, нет. То есть каким-то образом должно это регулироваться. Другое дело, что настолько четкие стандарты, и кто кем и как должен работать, только при наличии какого опыта, мне кажется, маловыполнимо. И сегодня мы хотим спросить у вас, а вы работаете по специальности, свои сообщения присылайте на наш СМС-сервис. Номер прежний, 90-20. В начале ТВК, далее пробел и текст вашего сообщения. Сейчас к другим темам. Бездомным щенкам срочно нужна помощь. Защитники животных обращаются ко всем жителям нашего города. Я напомню, накануне новости ТВК рассказывали о приюте для домашних животных, в котором четвероногие находились на грани жизни и смерти. Некоторых из них спасти не удалось. Часть волонтера из Красноярска привезли в одну из ветеринарных клиник города, но всех там разместить не получается. Сейчас 12-ти щенкам приходится жить в машине, и волонтеры просят найти для животных передержку. Желающим помочь, можно обращаться по телефону, который сейчас на ваших экранах. Без воды и еды бездомные животные уже после отлова оказываются не в лучших условиях для существования, уверяют очевидцы. Сотрудники, работающие рядом с пунктом передержки, где находятся отловленные бездомные собаки, рассказывают, что животные воют круглыми сутками, так как их никто не навещает. И уже в течение трех недель собак не поят и не кормят. Сами же очевидцы не могут попасть к животным, так как дверь склада закрыта на замок. Когда появились здесь некие руководители, они заверили, что будут приезжать. Два раза в день приезжать и кормить собак. Этого не происходит. Я лично уже месяц прошел, я их видела максимум три раза. Все. Сейчас наступили холода, собаки голодные. Постоянно вой, постоянно утром люди идут, вот бесконечный лай. Понимаете, вот как это на психику давить. Частный предприниматель, который занимается отловом бездомных животных, нам пояснил, цитата, «Всех собак мы кормим, как и планировалось, два раза в день сухим кормом. И привозим им в воду утром и вечером. Кормим животных в 6 утра и в 11 вечера. Именно поэтому нас не видят, так как в это время люди уже там не работают». Конец цитаты. Со стороны Департамента городского хозяйства сейчас будет инициирована проверка данного пункта передержки бездомных животных. Депутаты городского совета за прямые выборы мэров. Комиссия по городскому самоуправлению горсовета приняла решение сформировать рабочую группу по подготовке инициативы в Краевой парламент для сохранения прямых выборов мэра Красноярска. Все дело в том, что накануне депутаты ЗАГС Собрания во втором чтении приняли закон о некоторых вопросах организации органов местного самоуправления, который внес губернатор края Виктор Толоконский. Согласно документу, теперь главу муниципального образования, в нашем случае мэра города, будут выбирать из состава городского совета. Но у каждого муниципального образования, в нашем случае города, есть право оставить прямые выборы, чем местные депутаты и планируют воспользоваться. Кстати, надо отметить, что губернатором края закон еще не подписан. Он сегодня поступил в канцелярию, и у Виктора Толоконского есть семь дней на его подписании. Только после он вступит в силу. В очередной серии проверки новостей ТВК Юлия Мавшович посетила один из районных ЗАГСов, почему молодожены не ходят в зал торжеств. Жители Свердловского района до сих пор не могут вернуть паспорта, которые у них изъяли по ошибке, что говорят в УФМС. На фоне скандала в хоккейной команде «Енисей» учредители решили купить нового игрока, чье место займет бывший капитан клуба. Это ночные новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. И затягивается скандально известное дело о хищении 130 миллионов рублей бывшим главным бухгалтером отдела полиции России города Красноярск. Надежда Николаева. Предварительные слушания, назначенные на 1 декабря, были перенесены на несколько дней. Дело в том, что Николаева подала заявление о возврате дела. Она утверждает в восстановлении о привлечении ее в качестве обвиняемой. Она не нашла около 1 тысячи страниц, а значит, не до конца с делом знакома. В итоге рассмотрение перенесли на 10 декабря. Напомним, по версии следствия, в период с января 2007 по январь 2012 года, искажая данные бухгалтерского учета и фальсифицируя документы, Николаева присваивала деньги – 130 миллионов рублей. Они предназначались на выплаты премии сотрудникам полиции, а в итоге тратила она их на себя. При обыске у нее обнаружили 8 норковых шуб и документы на покупку элитного жилья в Москве. Теперь ей может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью. Спустя 6 месяцев после аварии, в которой погиб член Олимпийской сборной России, заслуженный мастер спорта Николай Хренков, результаты проверки все еще остаются неизвестными. Напомним, 2 июня этого года бобслейст на своем автомобиле «Хонда Аккорд» попал в аварию на трассе Красноярск-Железногорск. В результате он и водитель второго автомобиля погибли на месте. В СМИ появлялась информация, что виновник аварии мог быть водитель ВАЗ-2110, поскольку, по некоторым сведениям, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Тогда в Краевой полиции эту информацию не могли ни подтвердить, ни опровергнуть. Сегодня стало известно, что экспертизы, которые проводились около полугода, завершены. Но результаты в Краевой полиции смогут огласить после ознакомления с ними Краевой прокуратуры. Произойдет это, как обещается, до конца года. Жители Свердловского района, у которых по ошибке работники УФМС изъяли паспорта, до сих пор не могут оформить свои документы. Этот мужчина рассказывает, он убивает пороги миграционной службы уже год и уже дважды заплатил госпошлину, чтобы получить российский паспорт. Первый раз ему вернули документы без объяснения причин. Еще 80 человек, это иностранные граждане, или те, кто оформлял гражданство в нашей стране, уже готовые, выданные на руки паспорта российского образца, в конце этого лета оказались недействительными. Документы люди получали в Свердловском УФМС в период с декабря 2013 по июль 2014. Все бумаги у них были в порядке, зато непорядочно работала одна из сотрудниц, рассказывает пострадавший мужчина. Оксана Викторовна, сотрудница, я ей сдавал документы, она все приняла, все, все, через неделю получите паспорт. Звонит она, где вы, я говорю, здесь, подходите к перекрестке. Подошел, она прямо на улицу, мне дала вот этот документ. То есть на улице вне этого? Конечно, конечно. Она мне дает, я говорю, что не можете сюда, нет, говорит, мне там, это самое, что-то проверяет, что-то там судится, кто-то там, все. Нигде не фиксировалась она, понимаете, я когда сдавал, она нигде, это самое, меня не приняло, понимаете, не знаю, куда этот документ, домой к себе, что ли, или что. Вот до сих пор не могу это понять, что к чему. Не только я, который 78 человек, вот, вместе со мной так обманутыми. Сейчас я это комментировать не смогу, потому что в настоящий момент, пока возбуждено уголовное дело, идет следствие, по каким там, и проводится следственное действие, и как раз объясняется, как получилось, что получилось, кто осуществлял контроль. Процедура выдачи паспортов была нарушена, и те, у кого паспорт оказался на руках, фактически не являлись гражданами России, где произошла ошибка, и почему людям сотрудников МС отдавала документы на улице, сейчас все это выясняют правоохранительные органы. Та женщина, что допустила ошибки в 80 паспортах в декрете, и не наказана ее начальников, после инцидента сократили. Только людям, повторно оформляющим документы, от этого проще не стало, хотя и говорят, что для пострадавших существует первоочередная схема получения паспортов, и второй раз пошлину оплачивать не надо. В темноте, да не в обиде, управление образования Кировского района подсело на генератор. Потому что уже месяц в здании нет света. Об этом нам сообщила одна из сотрудниц управления. Мы решили проверить, так ли это на самом деле. Оказалось, действительно, в учреждении электричество кончилось. На вахте сумрак, в коридорах тоже. Но специалисты управления образования уверяют, это не беда, а электричество может вырабатывать и генератор за бюджетные деньги. И не месяц, а всего пару дней. В управлении объясняют, потребовалась замена счетчиков и проводки. Компьютеры, кстати, работают, в кабинетах свет тоже есть. К слову, в день генераторы расходуют 12 литров бензина, а это почти 400 рублей. Вы понимаете, что если бы мы месяц не работали, тут ведь кроме управления образования сидит бухгалтерия, у которой все заведено на компьютеры, вся зарплата работников. Но вы понимаете, если бы тут 5000 учителей и воспитателей не получило заработную плату, то вы бы, наверное, приехали не сегодня в течение месяца, а вы бы приехали, я так думаю, что сразу на следующий день, после того, как зарплату бы не получил народ. Детские сады в Козульском районе под угрозой закрытия. Виной тому затопление садиков канализационными стоками. По словам депутата поселкового совета Дмитрия Михова, в детских садах района уже в течение полутора месяцев не производится откачка септиков. Все потому, что с компанией не подписывают договор в районной администрации. Из-за этого в садах стоит резкий запах. Руководство заговорило о необходимости закрывать дошкольные учреждения. Откачка не производится. Затоплены подвальные помещения, затоплены территории, затоплены фекальными стоками. Запах просто удручающий, когда подполье полное канализационных стоков. Однако в управлении образования Козульского района мнение депутата не поддержали. Там подтвердили, что произошла некоторая задержка. Произошло это из-за перезаключения договора с новой компанией. Мы заключили договор с нашим учредителем администрации района. И вот септики откачиваются. На прошлой неделе откачали септик в первом садике. И в четвертом садике, это Чернореченский детский сад. А вот в Канске явно не хватает врачей. Последние три года пациенты городской поликлиники номер один. Вынуждены ждать не просто в очереди, а в давке. Это видео прислал житель Канска. Он приехал на прием к невропатологу в 6.45 утра и был третьим. Однако, когда в 7.30 распахнулись двери, толпа хаотично хлынула в регистратуру. Люди старались получить талон первым его, что бы то ни стало, как позже выяснил автор ролика, такое положение вещей в поликлинике уже три года. Причина – нехватка медперсонала и, в частности, ограниченное время работы невропатолога. По словам пациентов, в месяц выделяется всего около пяти талонов на прием к этому специалисту. Кровь на стенах под марш Мендельсона. Далее в новостях реалити-проект «Проверка». Сегодня смотрим, как будет выглядеть свадьба в районном ЗАГСе. Подробности у Юлии Мавшевич. Мы идем проверять ЗАГС Вердловского района по просьбе молодоженов. Находится он в обычном многоквартирном доме. Вот скотч болтается, а вот, собственно, парадная дверь. Наш тройной кортеж уже не помещается. Закрывайте, пожалуйста, двери. Закрыл. Как вам ЗАГС этот? Замечательно. Просто особенно вот это под старином. Вот это все. Обрушенная ливнина? Обрушенная ливнина. Прям восхищение вызывает. Вы не здесь регистрировались, нет? Здесь. Понятно. То есть ничего тут, собственно, и не изменилось с апреля? Маленько обветшало еще. А, еще больше обветшало? В принципе, как было. Только хуже стало. Постоянство признак мастерства. Мне бы как бы курточку бы скинуть. А где? Непонятно. Летом регистрируйтесь, чтобы быть без курточки. А летом регистрируйтесь, чтобы быть без курточки нам тут подсказывают. Вот здесь вот полутина. А вот это что такое разобрать? Мы можем то ли кровище, то ли чье-то винище непонятное. Он, кстати, тоже какие-то боевые. А, ну, конечно, какая свадьба без драки, ребята? Какая свадьба без драки? Видимо, они начинаются прямо здесь. Ой, посмотрите, посмотрите, какая ручка. Посмотрите, какая ручка. Прекрасно. Здравствуйте. Здравствуйте. С ТВК новостей. Покажите, пожалуйста. С проверкой к вам приехали. Так что? Посмотреть на ваши прекрасные праздничные условия. Это не то слово. Хотите нам помочь? Да. Улучшить наши условия? Конечно, хотим помочь. И всем молодоженам хотим помочь. Так что я вам сейчас покажу. А тут, видимо, в непраздничное время кто-то чаи пьет, да? Когда был обед. Вы тут обедаете, да? Да. А мы знаем, что до пятницы у нас лучше-то легко не ожидать. До пятницы можно пить шеи спокойно, да? Сейчас я уберу, подожди. Что-то замылено. Подтеки тут такие уже, да? Мне кажется, фотография сделана на этом фоне, не спасет ни один фотошоп. Вот, видите, тоже все повздувалось уже. Ой, не... Рушим вам тут все. Как-то торжественная регистрация, то есть он особо-то как бы не востребован в зал. Их очень мало. То есть там очень мало кто вот желает зайти в зал. А туалеты, если что... Килалетов нет. Туалет не предусмотрен. У нас только служебный туалет, который, ну, мы не можем туда. Здесь не предусмотрен туалет. А куда бегают-то? Все же знают, что когда свадьба, все гуляют, уж как последний день. Ну, вот там, говорят, есть где-то туалет. Где-то в соседних домах туалет. Есть платный. Ну, как бы это не предусмотрено, поэтому понятно, что мы не можем выпускать всех. А на выходе из ЗАГСа, откуда жених выносит невесту, находятся иллюстрации, напоминающие о первой брачной ночи. Здесь для мужчин, а здесь для женщин. Но от такой свадьбы можно только заплакать. Поэтому ЗАГС Свердловского района не проходит проверку новостей ТВК. А я напоминаю, от нашей проверки никто не уйдет. Юлия Мавшевич, Виталий Субботин, Николай Чистяков. Новости ТВК. Ну, а сейчас оперативная информация. Как сообщают наши телезрители, на улице Елены Стасовой столкнулись 9 автомобилей. Пока непонятно, есть ли пострадавшие, но люди говорят, что авария очень серьезная. Сейчас на месте работает наша съемочная группа. Подробности попробуем рассказать немного позже. Ну, а сейчас к другим темам. Как можно кого-то принуждать отказаться от ребенка? Новость о том, что девушку с инвалидностью вынуждают сделать аборт, возмутило и федеральных общественных деятелей. Накануне новости ТВК рассказали историю Евгении Граськовой. У девушки вторая группа инвалидности. Последние несколько лет она проживает в приюте для инвалидов и пожилых людей ветеран. Другого дома Евгении нет. В 14 лет она потеряла родителей. Недавно девушка узнала, что скоро станет мамой. Оказалось, руководители приюта не рассчитывали, что у кого-то из жильцов может появиться ребенок. И теперь якобы выдвигают Евгению ультиматум. Или аборт, или останешься без жилья. Порядками учреждения для инвалидов ребенок не предусмотрен. И вот что по скайпу новостям ТВК рассказала Ольга Кравцова, которая занимается проблемами людей с инвалидностью. Вторая группа, это даже не первая. Да и первая, как бы это еще не приговор, да? И почему человек... Вообще, с каких пор у нас государственные органы или социальные органы решают, кому можно беременеть и рожать, а кому нельзя? Да, давайте тогда какие-то, что, тесты проводить или характеристики собирать от соседей. Это очень странно. И почему бы не создать действительно тогда в этом случае прецедент? Вот молодая здоровая женщина, да, решила родить ребенка. Ну, здоровая, я имею в виду, в репродуктивном смысле. А в Крайловом министерстве соцполитики продолжают настаивать. Не положено. Социальное учреждение для размещения детей не предназначено. Значит, детей там быть не может. В ведомстве подчеркивают, ситуация нестандартная. Но на вопрос, почему для чиновников и руководителей приюта желание девушки стать мамой оказалось нерядовым, отвечают уклончиво. Там граждане все находятся на постоянном проживании. Ну, человек инвалид, но он же не пристык быть человеком. Я думаю, зрители возникнут вопрос. То есть, ну, она инвалид, но она что, она не может иметь ребенка? Безусловно, но я же еще раз подчеркиваю, что это социальное учреждение именно для этого, как бы, контингента граждан. Вот именно проживание детей в нем не предусмотрено. Но ситуация нестандартная, безусловно. Поэтому мы все будем еще раз уточнять и разбираться, и, скажем так, держать этот вопрос на контроле. Россия вновь оказалась лидером среди стран с максимальным уровнем коррупции. На фоне скандала в хоккейной команде «Енисей» учредители решили купить нового игрока, чье место займет бывший капитан клуба. Это ночные новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. Бывший капитан «Енисей» еще несколько недель назад, игрок хоккейного клуба «Динамо» все же будет выступать за красноярскую команду. Это решение приняли сегодня на заседании в «Кросспорте». Обсуждение проходило за закрытыми дверями, журналистов на обсуждение не пустили. Что стало причиной, объяснить не смогли, не рассказали чиновники, и почему такое принципиальное решение принимали в отсутствие старшего тренера «Енисея» и заслуженного тренера России Сергея Ломанова. Стоит также добавить, что приобретение Максимова обозначает, что команду на время покинет молодой, но один из самых перспективных игроков. А вот что сегодня на своей первой тренировке после возвращения рассказал Иван Максимов. Я скучал, наверное, в большей степени именно по спортивной составляющей, которая присутствует в «Енисею». Здесь работают фанаты настоящие своего дела. И скучал именно по отношению к хоккею, о том, что все 24 часа люди думают о хоккее. Ну а далее в выпуске рубрика «Блокпост». Партнер проекта – строительная компания «Арбан». Роскошные крупногабаритные квартиры в новом высотном доме «Скай Севен Лайнер». Для тех, у кого есть все. Все ниже и ниже в рейтинге индекса восприятия коррупции, который составляет неправительственная организация Transparency International, Россия оказалась на 136-м месте. Это на 9 позиций ниже, чем в прошлом году. По показателям коррупции, Россия сравнялась с такими странами, как Нигерия, Ливан, Киргизия, Иран и Камерун. Лидером в списке самых некоррумпированных стран стала Дания. В топ-10 рейтинга – Новая Зеландия, Финляндия, Швеция, Сингапур. А среди стран с самым высоким уровнем коррупции – Узбекистан, Туркменистан, Афганистан и Сомали. Некоторые блогеры едко заметили – 136-е место для России – это еще комплименты. Результат мог быть намного хуже. При рассмотрении иска к Apple о нарушении антимонопольного законодательства в суде будут заслушаны, а точнее просмотрены видеозаписи показаний экс-главы компании Стива Джобса и рассмотрена его электронная переписка. Об этом сообщает The New York Times. ИСЦ требует от Apple возмещения материального ущерба в сумме 350 миллионов долларов за умышленное ограничение конкуренции на музыкальном рынке. Ранние модели плееров iPod проигрывали только музыку, приобретенную в iTunes или загруженную с CD, игнорируя другие интернет-магазины. Стив Джобс ушел из жизни более трех лет назад, однако видеозапись его показаний, а также электронная переписка должны стать важными доказательствами по данному делу, причем не в пользу Apple. Спонсор прогноза погоды в городах нашего края «Фабрика чистки ковров» «Ковер-самолет». Привези ковер сам и получи скидку 30%. И о погоде. в Красноярске прогноз погоды в нашем городе представляет магазин «Шторы-аншлаг» на Спондаряна 8. «Шторы-аншлаг» — это два этажа идей. В Красноярске днем минус 8, ночью минус 15. Переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный 1,3 метра в секунду. Давление 743 миллиметра ртутного столба. Это были ночные новости ТВК. Спасибо, что эти полчаса вы провели вместе с нами. Всего доброго и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова